Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире эксклюзивное интервью, которое веду я, Нина Демогла. Гость сегодняшнего эфира – генеральный примар муниципи Кишинёв Ион Чибан. Господин Чибан, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашей студии. Генеральный примар в отпуске. Генеральный примар в отпуске. Об этом как раз, с этого как раз я и хотела начать наш эфир. Спасибо большое, что вы это приглашение приняли и всегда готовы прийти и для нашего телезрителя ответить на все главные волнующие вопросы. Самый такой интересный вопрос и главный, наверное, обсуждаемый, на прошлой неделе вы в видеоролике, которые опубликовали у себя в социальных сетях, сказали следующее, я вас процитирую, я присоединяюсь к команде и начиная с сегодняшнего дня беру недельный отпуск за свой счет, чтобы поддержать кандидата в президенты Игоря Дадона в предвыборной кампании. Заявили вы, наверняка вы видели много комментариев ваших оппонентов, в первую очередь, которые вам напомнили о том, что в момент предвыборной кампании вы обещали не заниматься никак политикой. Что вы им отвечаете? Я всегда держу свои обещания, еще раз повторюсь, с момента, когда судебная инстанция валидировала мой мандат, я ни разу, ни один день, нигде абсолютно не использовал политические лозунги или политику в качестве любых действий в том, что я делал в качестве мэра. Еще раз напомню, нет ни одного вице-мэра на сегодняшний день по политическому принципу, они все профессионалы. У кого-то получается лучше, у кого-то меньше, но это мы обсудим отдельно, уже тогда, когда будет необходимость это обсуждать. Дальше, весь кабинет мэра, это вместе с вице-мэрами около 18 человек, ни у одного из них нет партийного билета, скажем так. Все, кто назначен по конкурсной основе на должности, например, разного рода управления муниципальными, никто не является партийным функционером. Это не значит, что в партии нет актива, но значит, что мы будем придерживаться деполитизации мэрии и здесь и всегда и сейчас буду руководствовать исключительно профессиональными навыками и ни в коем случае не допускать политическое вмешательство в это все. Далее, чтобы быть искренне и честным до конца, никому за все это время не было сказано, что делать или как делать по политическому принципу. Даже сегодня, учитывая то, что я нахожусь в отпуске, это моя личная позиция, это мое личное отношение, это мой гражданский, я считаю, долг, который я выполняю как гражданин и как житель муниципи Кишино, как житель нашей столицы. То есть не было такого, что, например, сам Игорь Дадон или ваша команда напомнили вам о том, или намекали, что есть какой-то практический долг? Я хочу просто закончить вот эту вот мысль, чтобы было очень предельно понятно абсолютно всем тем, кто некоторые иронизирует, некоторые критикуют, некоторые как-то интерпретируют и так далее. Ни одного, еще раз повторю, ни одного человека мы не увольняли по политическим мотивам. Сегодня еще очень много людей, которые остались от предыдущей власти, в том числе либеральной власти и так далее. Меня не интересует цвет сегодня человека, политической принадлежности, что он там думает у себя дома, о ком он думает, как он думает. Меня интересует, чтобы на рабочем месте проявились его профессиональные качества. И только за это мы будем судить по качеству работы и, собственно говоря, принимать решение кадрового характера как такового. И последнее. У нас нет сегодня предпочтений, как ранее там было, не знаю, мы дадим вот этому пригороду, потому что они больше голосуют за либералов. Я дам несколько примеров очень четких и простых. Бачой, примар, который призвал голосовать за кандидата от правых. Ставчены тоже самое. Или Синджера, допустим. Это примары, с которыми у меня очень хорошие отношения, на самом деле. И с другой стороны, да, они баллотировались по другому направлению политформирования, чем я. Но, когда мы говорим сегодня о финансировании проекта, к примеру, в пригородах, еще раз хочу подчеркнуть, что я абсолютно искренне и честно веду себя в этом контексте. Мы говорим о необходимостях. Значит, если есть необходимость отреставрировать сегодня 101-ю, значит, 101-й детский садик в Бачой, да, или 140-ю, или 171-й, или 102-ю гимназию в Брииле, да, или детский сад в Синджере, или дать газ в Синджере, или, значит, провести электроэнергию там, где дети 10 лет при либеральной власти. Значит, делали домашнее задание при свечах, да, это в Добружин. Мы за 4 месяца решили этот вопрос. Или в Ставченах, где есть необходимость дороги, соответствующие, там, на Салкинваре и так далее, построить. Значит, нет абсолютно никакого политического или политической подоплеки, да. Есть сегодня необходимость, и мы сказали, что будем ставить приоритеты, как могут защищать эти мэры пригородов свои проекты образования и молодежь. Значит, инфраструктура – это вода и канализация, это дороги, ну, и уже другие социальные проекты. Вот, опять же, и никто не может меня упрекнуть, что за день хотя бы один нахождения в должности я занимался политикой. Я коммуницировал с абсолютно всеми, то есть общался с абсолютно всеми, все политформирования. Большинство решений Совета, скажем так, 90%, приняты практически единогласно. Да, это очень большая скрупулезная работа, очень нереальная работа, скажем так. Может быть, запоздалая работа, потому что результаты там через три, через четыре месяца после долгих переговоров. Вот так вот. Теперь возвращаясь, никто меня не убеждал, никто меня не заставлял. Я считаю, что это мой гражданский долг, еще раз напомню. И президент, и команда мне очень помогала и в том числе на сегодняшний день помогает. И еще раз повторюсь, это не значит, что у нас нет разногласий. С президента у нас очень мало разногласий бывает. Мы друг друга очень долгое время знаем, прошли через очень многие кризисные ситуации. То есть это была полностью ваша инициатива? Да, абсолютно. Плюс я считаю, что вместе нам удалось создать, я имею в виду, те, кто был у основ новой партии социалистов в 2012-2013 годах, когда абсолютно никто не верил, что это формирование может что-то сказать на политической арене. Вы помните, у нас было трое депутатов, группа инициативная и так далее. Очень много работы, очень много работы для граждан, очень много работы на улице и так далее. Потому что даже сегодня меня кто-то там пугает каким-то протестом. Я говорю, ребята, на моем активе более тысячи протестов. И это было совместно с нашей командой. Поэтому я считаю своим гражданским долгом в этом смысле именно с гражданской позиции, с позиции гражданина Республики Молдовы и жителя Кишинева оказать всецелую поддержку Игоря Николаевича, я считаю, что он заслуживает. Я знаю очень много деталей, о которых, может быть, не знает много народу. А когда вы приняли это решение, что все-таки больше вами движело? Вы как президента Игоря Додона все-таки решили, что он должен возглавить снова страну? Или все-таки вам как мэру казалось, что его профессиональные качества достойны того, чтобы он продолжил свой путь и вы продолжали реализовывать свои проекты? Товарищеские отношения или профессиональные качества? Если мы ставим на весы, что больше вас сподвигло? Вы знаете, еще раз я отмечу и повторюсь, что на самом деле очень долгое время мы знакомы. Я знаю и профессиональные качества Игоря Николаевича, и лидерские качества Игоря Николаевича. Потому что, если мы говорим о профессиональных, человек очень образованный, человек, который преподавал, человек, который был в молодом возрасте уже изместителем министра, министром экономики. В 30 лет это, я считаю, очень серьезная заслуга со всеми его профессиональными качествами. Вы знаете, что у него были предложения работать на очень крупных должностях и за рубежом. Он просто мало об этом говорит. Дальше я помню управление, люди просто, знаете, некоторые не знают, некоторые не помнят, некоторые просто не хотят признать. 2007 год, когда была просто ужасная засуха, 2008 год, наводнение, экономический кризис и так далее. Все это было вот в тандеме Зинаида Петровна Гречана, это все было управляемо. Я считаю, что это было хорошо. После этого очень долгое нахождение в оппозиции, в очень сложных условиях, на самом деле. Потому что не каждый бы выдержал и не пошел бы таким вот накалом, скажем так, на парламентские выборы 2014 года. Имея 3-3 депутатов и все вопросы тебе показывают 0,0% и 0,0%. То есть это надо сформировать команду. Это надо быть, как вы говорите, с одной стороны товарищем. Еще и верить, есть такие детали, которых я не могу сказать. Сегодня говорят, не знаю, про разные финансовые истории. Я знаю некоторые вещи, когда закладывались личные, имущественные. Я не знаю, если мне можно об этом говорить вообще. Я вот не советовался с ним по этому поводу, потому что не хочет, чтобы это было известно. для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность формирования на определенном этапе. И мне кажется, что это человека принципиально характеризует. То есть создать команду, внести вот эту лепту уверенности, скажем так, это очень важно. Далее. Человек семьянин. Можно все говорить. Я не буду сейчас ему давать какие-то оценки. Конечно, по жизни все могут ошибаться. И я могу ошибаться. И, скорее всего, он много раз ошибался. Но давайте просто вернемся, посмотрим на человеческие качества. Семьянин, государственник. Именно то, что должно характеризовать, скажем так, государственного мужа, человека, человека власти. Это отношение к своей стране, в первую очередь. Человеческие качества, еще раз говорю. Отец троих детей, он прекрасно понимает. Дети все здесь учатся, кстати, не за рубежом, как у некоторых политиков. Семьянин. Замечательная жена. Галина. Мы тоже знакомы. Мы редко, конечно, встречаемся. У нас все-таки рабочие отношения. Но бывает, что мы встречаемся раз, три, четыре месяца. Ужинаем вместе, обсуждаем какие ситуации. У него замечательная семья. Очень талантливые дети. Это, значит, еще раз характеризует, как семьянина, как соединителя семейного очага и так далее. Обоих родителей. Потому что я знаю, что на своем примере, что Игорь Николаевич очень много работает. И я знаю, мы часто об этом говорили, что иногда не хватает времени для того, чтобы уделить его достаточно детям, семье в целом. И здесь иногда дать должное и нашим женам, которые терпят нас в хорошем смысле этого слова. Потому что не всегда так просто. Иногда я бы говорил, что мы уходим, приходим, а они еще спят, а приходим они уже спят. И, естественно, важно и другое. То есть на сегодняшний день я понимаю, что вот за год, потому что люди не всегда помнят, ценят. Все-таки предыдущий режим был достаточно коварен и сложен по своей сути. Принимать те решения, которые были приняты в июне прошлого года, надо дать должное. Я почему говорю, потому что я был и переговорщиком со стороны партии социалистов. Я очень четко знаю, каким образом происходили все процессы в деталях. Я не очень могу говорить о них, но я могу с уверенностью сказать, что надо было иметь очень большое мужество пойти на этот шаг. Я оценю и ту сторону, чтобы вы знали, потому что меня спрашивают, а я готов критиковать. Нет, я не буду никого критиковать. Я считаю, что сегодня на эту должность, потому что я хорошо знаю команду и других кандидатов. Я вообще считаю, что только два кандидата существуют. Это Майя Санды и Игорь Николаевич Дадон. И все остальное – это просто сегодня распыление голоса и просто попытка набить себе какую-то определенную цену. Я с уважением отношусь абсолютно ко всем кандидатам. Еще раз повторяю, со многими у меня есть постоянные дискуссии, потому что они находятся в муниципальном совете. Я привержен с того, чтобы второго тура не было. Во-первых, потому что… К этому… Ну вот и вернуться. Давайте тогда, если вы меня чуть-чуть позже спросите. Значит, мужество – это… Поверьте, те, кто имел дело какое-то хотя бы, особенно бизнес, он хорошо знает, что происходило. Люди, которые имели… И сегодня есть проблемы, скажем так, с судебными инстанциями. И они не маленькие, но вот тогда это просто… То есть, если на тебе стояли кресты, то это было однозначно так. Сегодня нет ни одного политического заключенного, чтобы там мы не говорили. И в условиях вот это, опять же… Потому что люди… Не все знают. У меня не самое счастливое отношение к нам, к некоторым членам, скажем, нашего Кабмина. Это известно. Почему, я вам скажу позже. Вот. Но за этот год, за один год, удалось увеличить социальные пособия, там, увеличить зарплаты некоторым категориям населения. Запустить огромную программу строительства дорог. Это при том, что аннулировали финансирование, собственно говоря, загубили, да, возможное финансирование по российскому кредиту. То есть, деньги, которые планировались, они не дошли. И в эти условия сложные, как бы, система управлять. И мне кажется, что вот на данном этапе, и я почему радуюсь за то, чтобы Игорь Николаевич стал, чтобы… Вот на сегодняшний день намного лучше, чтобы президентом был Игорь Николаевич Датов. По трем причинам. Простым. Хотите? Потому что мы говорили о лидерских, профессиональных… Потому что вы постоянно говорите о том, что внятная программа, понятная вам, она есть только у Игоря Додона. Поэтому вот интересно. Озвучите какие-то три вещи, почему… Это я скажу три вещи, почему я считаю, что Игорь Додон. Во-первых, потому что есть команда на всех уровнях. У нас замечательные большинство из председателей района с точки зрения профессионального качества. Еще раз повторяю. Вы сама из Гагаузии знаете, да? Низкий поклон Ирине Федоровне за те изменения, которые происходят на территории Гагаузии. И я знаю, насколько сложно это все. Потому что люди, может, со стороны оценивают по-разному. Есть и недовольные, и в Кишиневе есть недовольные. Кто-то не нравится вот эти линии на Алии, а кому-то нравится и так далее. Мы, еще раз возвращаясь, не 100-долларовая купюра. И Игорь Николаевич тоже не 100-долларовая купюра. Естественно, есть очень много вопросов. Не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. Есть вопросы. У некоторых такого характера, у других такого характера. Кому-то лицо не нравится, кому-то не нравится походка, кому-то не нравится, что говорит. Кому-то не нравится, что обещания не все выполнил. Кому-то не нравится политическая и идеологическая составляющая и так далее. И это нормально. Мы люди разные. Но еще раз возвращаясь. Если мы говорим, что удалось за определенное количество времени сделать столько-то. Первое – это команда. Без команды ты никуда. Я знаю это лично. Потому что с командой – это те люди, которые тебе помогают. Это те люди, с которыми ты можешь советоваться. Это те люди, которые делают, в конце концов, то, что мы сами себе планируем и так далее. Это очень важно. И сегодня самая сильная команда – это команда, которая сформировалась вокруг президента. И мы говорим и о части правительства, и парламент, и мэрии, и председателя районов и так далее. Как оно будет далее, мы не знаем. Но сегодня вот так обстоят дела. Почему вы считаете, что самая внятная программа именно у него? Сейчас я вернусь. Второе – это опыт. Я хочу, чтобы мы просто дошли до этого всего, о чем мы с вами говорим. О программе. Опыт – это, мы говорили, кризис 2007-2008 года, оппозиция, борьба и свержение режима. После этого смена правительства, нереальный разговор и договор с правами формирования. Никто не верил, да. Не верил, да. Тут пандемия, да. И все это вроде бы еще и накапливается засуха. Тут экономический кризис, выборы, региональный кризис, кризис, переходящий в глобальный. И вроде бы мы справляемся. Да, вот так вот со стороны, как бы посмотреть, конечно, есть недовольные. Начиная от тех, которые сидели дома в этом карантине и заканчивая те, которые остались без работы. Есть недовольные. Давайте в сухом остатке посмотрим, что происходит по миру. Да, вот просто посмотрим, что происходит на Украине. Что происходит в Румынии, что происходит в Штатах, что происходит в России. Да, то есть мы не островок чего-то отдельного. И этим всем управляется. То есть есть опыт, есть и заслуги, скажем так. Еще раз повторяю, пособия, те же 700 лей и плюс 200, увеличение. Там очень много есть целых отчетов. Я только программу по дорогам, если сказать, это миллиарды леев на сегодняшний день. Инфраструктуру заработать кому? Нашим же компаниям. То есть это как целенаправленное действие для того, чтобы поддержать экономических агентов. Далее. Вы меня спрашиваете по программам. А у других нет программ. Со всем уважением сегодня все, вот я просто не понимаю и не понял этого, все просто критикуют Игоря Додона. Вот какой Игорь Николаевич плохой? Ну хорошо. Допустим, вот вы говорите, что Игорь Николаевич плохой. А вы что предлагаете? Вот конкретно что предлагаете? Вот что предлагаете в социальной сфере? Что предлагаете в экономической сфере? Что предлагаете в политической сфере? Начиная от Приднестровского урегулирования и заканчивая другими масштабными вопросами управления государственными. И отношений Восток, Запад и так далее. Где находится Республика Молдова? В какой перспективе мы видим развитие экономических показателей Республики Молдова? Социальных, школа, детский сад, университет, Академия наук? Ни у кого ничего. Ну если вы мне покажете, то я с большим удовольствием почитаю и выскажусь на эту тему. То есть у человека есть команда, есть опыт и есть заслуги. Причем в кризисной ситуации. И есть программа. Зачем коней менять на переправе? Вот есть старая поговорка, если можно ее каким-то образом приложить к этому состоянию и процессу. Или опять же, я не знаю, что ждет. То есть Игорь Датон, вот с ним, если так объективно, понятно. Есть люди, которые, знаете, я слышал, даже ему не до конца доверять, но не говорят. Ну, Таня, ну он хотя бы такой вот свой. То есть может мне и не до конца там нравится. Опять же повторяю, политик не должен нравиться. Политик должен выполнять то, что он должен выполнять. Ну вот вы говорите, что предлагают другие кандидаты. Ну вот в основном они все говорят в унисон. То есть я внимательно слышала программы. Я не знаю, насколько они качественные или нет. Но они все говорят избирателям о том, что они придут, они обязательно назначат свое новое правительство. Что будут досрочные выборы. Что они будут больше внимания уделять сельхозпроизводителям. То есть говоря о том, что вот пандемия, вот кризис, что они способны платить больше пособия, они способны уделить больше внимания социальному сектору, они будут больше внимания уделять фермерам и так далее. То есть вы считаете, что это популизм? Я сказал, что я не буду критиковать других кандидатов и не собираюсь этого делать. Но единственную заметку, которую я хочу сделать в этом ключе, это то, что большинство из тех, о которых говорят, или те, которые могут сегодня конкурировать и будут конкурировать с Игорем Николаевичем, они же были у власти. Почему это не было сделано в более простых ситуациях? Когда не было ковида, когда не было засуги, когда не было экономического кризиса, когда не было дурдома, который творится во всем регионе и так далее. Была возможность, но не произошло. Значит, это и к уровню доверия. Еще раз повторяю. Я думаю, что выборы могут быть в одном туре. Я понимаю, что люди хотят голосовать. Некоторые протесты настроены. Вот я не буду за него или за нее голосовать. Объективно скажем. Есть Игорь Дадон и есть Майя Санду. Ну что? Вот если ты сторонник правого электората, голосуй за Майя Санду. Не распыляй свой огонь. Если ты сторонник левого электората и думаешь во втором туре проголосовать за Игоря Николаевича, давай проголосуем в первом туре. Знаете, цена вопроса какая? Какая? 60 миллионов? Во-первых, есть финансовая. Я видел, что меня кто-то критиковал. Как вы можете демократию исчислять финансовыми средствами? Нет, я с вами в этом вопросе полностью согласна. Извините, господин Чебан, мне вот просто интересно. Вы с 2010-го, начиная с года, вы уже очень активно вливались в политические процессы, в политтехнологические, в том числе. Вы были официально главным идеологом партии социалистов. Вот мне интересно, ваше это заявление, которое вы сделали. Неужели вы действительно верите в то, что выборы могут закончиться в первом туре, учитывая то, что 8 кандидатов на сегодняшний день есть? Вы знаете, мы не играем в верю-не верю. Я хотел бы, я объясню почему. Вот сегодня, не в других абсолютно каких-то ординарных или соответствующих случаях, но вот именно в сегодняшней ситуации, потому что ковид, зачем рисковать второй тур? Да, сейчас есть определенное снижение количества инфицированных, определенное, несущественное, потому что динамика будет расти. Мы не являемся островком, еще раз повторяю, в этом большом мире, в Европе, в регионе. Везде растет, но у нас будет расти. И будет, наверное, необходимость еще больше консолидации системы здравоохранения. И я очень еще раз хочу поблагодарить абсолютно всех врачей, медперсоналов, просто нереальные люди. И надеюсь, что власть на сегодняшний день просто посмотрит и оценит, какой существенный актив, вот где-то рядом, и когда-то будем постоянно к этому менять свое отношение с точки зрения мотивации дополнительной и так далее. С одной стороны, зарплата, которая, вы знаете, должна повышаться, с другой стороны, другое отношение. Но, еще раз повторяю, динамика все равно будет расти сегодня. Это меры предосторожности каждого лично, маска, дезинфектант, дистанции. Ну, естественно, забота о наших врачах. Второе, это финансовая составляющая. То есть, это 60 миллионов. Кто-то там иронизировал, что там Чабан мерит на Кишиневе эти 60 миллионов. Я просто хочу, чтобы люди понимали, что это такое. То есть, если у нас есть два парка, которые... Два памятника архитектуры. Это кафедральный собор, парк, да? Парк кафедрального собора. И это парк Штефана Чалмари, да? Значит, оба они в ужасном состоянии. Начинает состояние фонтанов, тротуаров, отсутствие регационных систем и так далее, так далее. Много чего там нужно сделать, да? Зеленое наслаждение привести в порядок, почистить и так далее. Не рубить, еще раз повторяю, почистить. А то сейчас наши активисты сразу... Подхватят. Да, они... Кстати, не видел ни одного активиста, честное слово скажу. Мы уже тысячи... Не знаю, 15 или 17 из тех 100 тысяч... Которое было выделено центральными властями? Посадили, да. Да, посадили. Значит, и собираемся на этих выходных. Значит, новые там 17 тысяч уже определены. Ну и куда, зовем активистов, которые нас критикуют за рубку деревьев. Нам уже будет 35 тысяч. То есть, если срубили где-то 50, то вот заменили 35 тысяч. Ну, не об этом речь. Возвращаюсь. 60 миллион, ну, по самым таким примитивным оценкам, хватило бы нам на реабилитацию этих двух замечательных парков, к примеру. Я могу дать и другие примеры, да? То есть, это там школа новая или дополнительные дотации для всех музыкальных школ страны, существенных. Или художественных направлений и так далее. Лаборатории, к примеру, да? Сам проект «Эдукация онлайн» нам стоил намного меньше. То есть, скажем так, 8 раз или примерно меньше, да? Который распространяется на мест мира. Да, да, который распространяется на весь мир. То есть, сегодня мы находимся в ситуации пандемии и находимся в ситуации, когда можем сэкономить финансы. У нас четко понятно, что есть два кандидата. Там никто-то говорит, а что вы заменяете выборы опросами? Ну, уважаемые люди, вот вы правильно сказали, да? Значит, вы являлись идеологом партии социалистов, да? И я в том числе очень четко знаю, потому что от меня зависела стратегия, тактика поведения партийная, да? Я знаю, что такое социология. Я знаю, как интерпретировать данные социологии. И они у нас есть. И они есть и у других правых кандидатов однозначно. И все все прекрасно понимают. Еще раз повторяю, что есть два кандидата. Так зачем что-то придумывать? Зачем тянуть кота за хвост на второй тур? Тратить, а, деньги, б, рисковать там, не знаю, в том числе общественным здоровьем. То есть, понятно, ваша гражданская позиция. Вы призываете... Не отменять. И это чисто вот в этом четко ключе. Потому что если там мэрский выбор, конечно, это однозначно. Если это парламентские выборы по той системе, которые были, то тоже есть нюансы. Примерно так. Хорошо. Понятно, господин Чибан. То есть, я поняла, вы призываете выходить и голосовать либо за одного, либо за второго кандидата, который является лидерами этой гонки, чтобы выборы совершились первым туром. Это мое мнение. А человек уже, как он считает, так он и делает. Понимаете? Хорошо. Вопрос. Вопрос. Нет. Зачем ходить два раза? Вот зачем? Если вот вы думаете, что на второй раз, все равно в этих условиях, еще раз повторяю, когда надо носить маску, когда... Да, ЦИК все организует. Дезинфектанты и так далее, и так далее. Маски, перчатки. Да, я даже знаю, что будут усиленные меры предосторожности на избирательных участках. Но вы знаете, как наши люди. Мы всем говорим, что шашлыки нельзя, а они... Наоборот, хотя, в принципе, на прошедшем дне города, можно так сказать, что все было организовано, очень дисциплинированно, и нельзя так, нельзя. Поэтому... Я бы хотел отметить, потому что я с уважением отношусь к многим нашим экспертам, коллегам, которые оценили буквально на днях, я не буду называть их имен, что все-таки ничего на день города плохо не повлияло на общественное состояние. Здоровье, наоборот, оценили организацию этого праздника. И впервые у нас было действительно культурное мероприятие с использованием наших молдавских талантов, множества наших талантов от юга до севера, в открытом пространстве. И я хочу сказать, что... И людям очень понравилось, и во всех районах города. И мне тоже очень понравилось, если честно. Господин Щебан, значит, хотела бы вернуться к предстоящим выборам президента. До этого я внимательно постаралась посмотреть информацию, что говорят ваши сторонники, что говорят ваши оппоненты. Значит, ваши оппоненты говорят о том, что вот ваши эти совместные посещения церкви, прогулки, присутствие Игоря Додона на нескольких недавних мероприятиях, это было, значит, это уже было начало предвыборной кампании, где вы помогали определенному кандидату. Ваши сторонники заявляют, что сегодня там центральными властями выделяется очень много денег на проекты в муниципе Кишинев. Связывают это каким-то образом с президентом Игорем Додоном. Действительно, у президента полномочия ограничены. Почему тогда ваши сторонники настаивают на том, что много проектов, которые реализуются в городе, президент к этому имеет определенное отношение? Я понимаю, правительство может иметь. Президент какое отношение имел к этим проектам? Правительство исполняет. Правительство является исполнительной властью. Мы должны это понимать. Вот Игорь Додон, конкретно какое отношение имеет к развитию правительства, парламент говорит, надо так или надо так, в принципе, он делает. Ну, это задача правительства как таковая. Теперь, откуда и докуда во президентах? Мы вот говорили, когда нет полноты власти, когда нет коммуникации среди структур власти, является очень много проблем. Вы помните, я самый банальный, будем миронизировать до мышей, скажем так, ситуацию, да? Это хождение с елками. О, да, это елка пошла в историю. Там другие ходили туда. Но вот это вершина айсберга не коммуникации между институтами власти. Потому что дальше это очень существенные, глубокие проблемы. Недофинансирование, неисполнение регламента, отсутствие координации. Вот вы говорили по поводу полиции, что у нас хорошее отношение. С полицией у нас хорошее отношение. Это не значит, что мы довольны, каким образом там все происходит. Нет, далеко не довольны. И мы стараемся вместе с господином Войку. Мы обязательно еще поговорим о правительстве. Я просто хочу вернуться, чтобы вы понимали, откуда все это все-таки берется. У меня не самые счастливые, я говорил, отношения с правительством, с некоторыми членами Кабмина, с одними просто очень хорошие. Почему? Потому что я отстаиваю позицию в первую очередь как мэр Кишинев. В должности, не как гражданин, это не мои личные какие-то амбиции. Это интересы кишиневцев, и моя задача, независимо от политического формирования, с которыми я общаюсь, интересы кишиневцев защищать в первую очередь. И поэтому, да, у нас очень серьезные там бывают разногласия, там иногда такие искры летят, что ой-ой-ой. Но когда у нас заканчивается этот промежуток времени дебатов, скажем так, которые не видят очень много народу, мы выходим с единой позиции. И это очень важно. Это очень-очень важно. Теперь президент был выдвинут, несмотря на то, что он сегодня независимый. И так был поменян закон, что президент не может занимать партийную должность, вы знаете, кто это сделал и с какой целью. У президента, скажем так, сзади есть очень огромная команда, мы об этом говорили, и это команда партии социалистов, которые так или иначе, нравится или нет, сегодня имеет очень серьезное слово сказать, где в парламенте. Вместе с теми, с которыми они находятся в коалиции. Самая большая фракция. В коалиции, да. Самая большая фракция, 37 депутатов и так далее. Значит, опять же, опора президента является депутатом парламенте. Депутаты в этих условиях, не как оно было ранее, когда включали-выключали через Конституционный карманный суд президента, да. А в этих условиях, год уже как, значит, определяют области политики, бюджетные и так далее, и так далее, и так далее. Сложно, потому что, опять же, в коалиции, но слово очень серьезное говорят. То есть, президент, когда советуется, потому что большинство инициатив, в том числе, которые на сегодняшний день являлись как рулью исполнительной власти, исходят от президента Евгения Николаевича и пособие по пенсиям, и поддержка семьи, и продление примакассы, и дороги, и так далее. Все исходит от президента. Где? На форуме, когда они общаются с парламентским большинством. Парламентское большинство определяет эти процессы и дает соответственные директивы в правительство. Когда мы обсуждали в феврале с господином президентом, мы еще не знали, что будет вот так или иначе. Да, мы риски оценивали по поводу ковида и так далее. У нас действительно большой дефицит. Мне сложно будет говорить, как мы будем с этим всем справляться на уровне города, потому что надо было его покрывать за счет приватизации публичной собственности, в том числе через продажу земельных. На аукционе, еще раз повторю, ни один под стол земельный участок, первые 20 дней, по-моему, будут сейчас в ноябре. Но не об этом. Мы тогда говорили, какие были бы проекты приоритетные для муниципалитета, где могло бы помочь сейчас, где бы нужна была помощь со стороны центральной власти. Мы тогда определили несколько направлений. Первый – это частично станции очистных сооружений. Почему говорить частично? Потому что есть два проекта больших. Один, который делаем мы на 24 миллиона, который закончен на следующий год и который просто был в очень большой задержке по модернизации станции очистных сооружений, 24 миллиона евро. Пополам делим сейчас накрытие, покрытие вот этих 500 тысяч тонн ила. Я уже говорил как-то по-другому, который запах основной был для кишиня. И сейчас идем переговоры по пиролизу. Другой проект, чтобы вот это количество 100 тонн, которое мы производим ежедневно, кубических метров, перевести где-то в 15-17 методом соответствующим. Это один из проектов. Второй проект, мы знаем, что есть проблемы с засухой и снижением уровня воды в Днестре. И, соответственно, мы договорились, что будем делать модернизацию станции Каптарь. Не знаю, как правильно по-русски сказать. по приему воды, скажем так. Это второй проект. Ну и третий проект, о котором мы сейчас разговариваем, это проект по управлению бытовыми отходами. Большую часть кредита берем мы. И часть кредита, который должен быть с... Это в Бачое? Это в Бубуечи, Цинцерены. Значит, это модернизация свалок, уничтожение той свалки, которая была на Чеканах. Там просто ужасное состояние. Но мы поставили уже станции Левегата очистки, и на Цинцеренах тоже, и дорогу делаем. И это вот многое другое. Значит, тут другие, скажем так, 180 миллионов. Я надеюсь, что правительство как бы закончит себе процедуру. Ну и, естественно, мы начали разговор по Албешуаре, вот этим тротуарам. Это уже более мелкие проекты. Но я считаю, что они очень важны для Кишинева. Сама Албешуара была очень важна для Кишинева. Сама Албешуара. Где мы практически половина на половину. Расходы центральных властей, и, соответственно, госпредприятий и муниципалитета. Как такового. И я вас уверяю, что улица получится замечательной. Теперь где? Вот эта коммуникация должна быть. Вот это желание должно быть. У Игоря Николаевича я знаю, что это желание есть. И мы обсуждали вопрос кольцевой для Кишинева. Потому что это не является только городским проектом. И не может. Это национальная трасса. И я знаю, что в процессе переговоров уже с финансовыми институтами, и, опять же, по инициативе Игоря Николаевича, значит, одно из трех направлений по финансированию строительства дорог является вот этим. Что мне вселяет надежду, что если Игорь Николаевич будет президентом, мы это сделаем. Дальше мы говорили, значит, что мы начали собственноручно очистку реки Бык. Мы хотим увеличить и финансирование, и что мы там будем делать. Мы хотим новую зону, зеленую, чистую, экологически чистую и так далее. Дальше есть другие проекты. Свободно-экономическая зона, около 400 резидентов мы говорили об этом. Но это тоже невозможно без правительства, потому что оно должно нам передать 70 гектаров земли. Это не значит, что мы не делаем свои проекты. У нас десятки других проектов по Кишиневу, очень важных, но есть проекты национального характера. Потому что столица – это не только про аллеи Мирсича-Батрын, которая замечательная, вот здесь, да, или про Московский проспект, или про фонтаны, бульвары, парки и так далее. ЖКХ – это и про глобальные хронические проблемы, которые не решались очень долгое время. И у меня, то есть мне вселяет надежду, что Игорь Николаевич если сказал, что он здесь будет вместе с всем партийным активом правительством участвовать. Но мне это вселяет доверие. Я не думаю, что может быть какое-то обратное. А так получается, что мы не знаем, что ждать от другого кандидата. То есть, получается, какие-то проекты будут под угрозой, если не будет? Я очень не хочу, чтобы проекты были под угрозой, потому что что сейчас получается? Я говорю, я не знаю, что будет с другим кандидатом. Может, и будет тоже неплохо. Но сейчас у нас получается синица и журавль. То есть, если есть синица, зачем искать журавля в небе? То есть, синица в руках, чем? Точно. Даже если половину сделать, ну, поверьте мне, вот я говорю сейчас абсолютно искать. Даже половину, если сделать из того, что для Кишинева, именно кишиневцы эгоистично должно быть выгодно. Эгоистично, исключительно эгоистично. Не политически, там, левый, правый, непонятно что. Кольцевая всем нужна, вопрос очистных сооружений окончательно надо решить, надо решить. Значит, река Бык, надо, надо. Свободная экономическая зона, если мы... Это для наших, молодых людей, 25 тысяч рабочих новых мест. За 2-3 года это реально, то есть, это не из области фантастики. Посмотрите, вот эти индустриальные платформы, которые начали. Свободная экономическая зона под Бельцами, то есть, все инициативы правительства как таковой. Да, то есть, почему нет, да, 100 миллионов ежегодно в бюджет по ремонту дорог, внутридворовых территорий. Ну, давайте скажем, пусть мы половина из этого будет, и уже вперед. Уже вперед. Господин Ищибан, опять же, хочу узнать ваше мнение не как у мэра, так как вы сейчас в отпуске. Кстати, кто сейчас занимает руководитель муниципием? Сегодня заместитель, наш вице-мэр по юридическому блоку, хотя он не только юридическим блоком занимается, у него очень большой спектр задач и проблем, которыми он управляет. Они справляются без вас? Ну, вы знаете, я думаю, что справляются, вот, тем более, что и я, как бы, не сильно отхожу от дел. Я получаю ежедневные отчеты, я смотрю до позднего вечера, если надо мне вмешать, то где-то я звоню. Поверьте, мне сложно держать в отпуске. То есть ситуация под полным контролем? Я надеюсь, что под контролем. Если господин Дедон выйдет во второй тур, вы снова возьмете отпуск? У вас до следующей среды, насколько я помню. Давайте будем надеяться, что второго тура не будет, это первое, второе. А если будет, то будем разговаривать уже по факту. Также ваших оппонентов очень волнует, то используете ли вы админресурс? Мне кажется, я уже на этот вопрос ответил. Я ни с кем не общался из своих сотрудников или муниципальных предприятий. Ни на одном не было и собираться туда не буду. А как вы помогаете? Интересно просто, как проходит ваш день? Вы не ходите на встречи? Хожу на встречи. Но не на муниципальных предприятиях? Муниципальные предприятия категорически нет, подведомственные учреждения муниципалитета категорически нет. Экономические агенты, пожалуйста. Много экономических агентов буквально за несколько дней мы прошли, общаемся с людьми. Хожу на передачи, спрашивают меня журналисты, отвечаю. Не очень спрашивают. Это действительно странный случай в Молдове, потому что обычно мэры обязательно поддерживают того или иного кандидата. И делают это более, так скажем, завуалированно, ходя с кандидатом на муниципальные предприятия, дая указы, чтобы собирали людей, присутствие рядом с кандидатом. Я не знаю, как оно было, поэтому я говорю, что у меня далее не является, то есть я не использую админный ресурс, не делаю политику у себя на работе и так далее. Нет, категорически нет. Но, как свой гражданский долг человека, члена команды, гражданина и жителя Кишинева, я считаю, что мой долг поддержать. И, естественно, на этом этапе, я еще раз повторяю, все когда-то каким-то образом, скорее всего, в любых условиях могут ошибаться. Но сегодня я считаю, что это единственный правильный выбор. Это мое мнение. Сегодня. Господин Чаба, наверняка вы читали журналистское расследование одного из изданий, которое уверяет, что господин Дадон слишком зависимый от внешних сил кандидат. Также в этом расследовании, в принципе, появились и вы. Как вы общаетесь якобы с российским политтехнологом, а главный оппонент, так скажем, правых сил, как вы говорите, главный оппонент говорит уже о том, что кандидат, которого вы поддерживаете, в его поддержку из России приехало 33 политтехнолога, что это точная информация, в принципе, есть журналистские расследования. Прокомментируйте, пожалуйста, это. Я уверена, наверное, что вы читали. 33 богатыря. Давайте так, значит... Черномор. Да. И батька, да. Значит, давайте так. В первую очередь, что касается петь. Я уже говорил на одном радио, что я скажу, наверное, секрет. И не надо с этим секретом ни с кем делиться. Значит, за день у меня бывает от 100 до 200 встреч разных. Иногда и даже, к большому сожалению, мне может быть даже очень стыдно, я не помню имя человека, с которым я встречался утром. Через там определенное количество времени. Не потому что я не хочу, потому что проблематика очень разная и люди очень разные. Если я на фотографии появляюсь с кем-то, это не значит, что там какой-то всемирный заговор против Владимира Владимировича или Дональда Трампа. Ну, если локализовать, то за Игоря Николаевича или против Майя Санду, или наоборот, не важно. Значит, давайте не искать, еще раз повторяю, черную кошку в темной комнате, тем более, если ее там нету. Любил и любит, говорит мой отец. И я хочу сказать и отметить, что все, пожалуйста, у нас демократично, свободно. Если они считают, что у них есть такие данные, то о какой, значит, не знаю, о каком диктаторстве идет речь. Совсем, значит, смешно. Я видел много интересных статей, заметок, к большому сожалению, фейков многих в этой компании. Еще раз, когда, вы знаете, я даже в свою избирательную компанию, я всегда говорил маме, которая, ну, родителям преимущественно, жене, которая переживает, они по-человечески переживают, да, ты узнаешь о себе очень много нового. Интересного. Много, столько вещей, которых ты сам никогда не знал, вот. Поэтому я не буду, наверное, комментировать. Это жанр избирательной компании. В избирательной компании появляется все, что хотите. Начиная от инсинуации, даже на многих, чтобы вы понимали, в суд не подают только потому, что действия происходят в такой динамической ситуации. С динамиками. Если есть доказательства, пожалуйста, есть все органы, есть судебные инстанции, туда обращайтесь. Я не знаю, есть ли какие-то вообще декларации на этот счет. По-моему, на сегодняшний день, пока наша с вами передача идет, нет ни в какой инстанции никаких обращений по этому поводу. Это мое ощущение. Я могу, конечно, ошибаться. А заявить публично, конечно, можно все, что хотите. Вы видели. Они же дошли аж до семьи. Что, мне кажется, совсем... Хорошо, господин Ильич Иван, есть еще важный момент. Буквально вчера госпожа Маясанду давала интервью Евроньюз, где она заявила о том, что готовятся какие-то массовые фальсификации. Она заявила о том, что люди готовы выйти в случае фальсификации на протесты. Многие политологи говорят о том, что такие заявления делаются в случае... Иногда делаются для того, что если будет поражение правых сил, то они готовят себе вескую причину, почему они собрали людей на протесты. Скажу прямо, многие говорят уже, практически все говорят о том, что Молдову может ждать оранжевая революция, Молдову может ждать Молдову в преддверии Майдана. Как вы на это смотрите? Что вы можете об этом сказать? Знаете, пока я не видел, к большому сожалению, ни одной вот такой вот серьезной революции, которая закончилась чем-то очень хорошим для населения. Насколько это реально на сегодняшний день? Ну, раскачивать лодку всегда может кто-то очень сильно зависит. Кому это или как... Ко мне приходят политологи, они говорят, что протестных настроений нет. У меня в программе были официальные лица. Вы пойдете на протест. Я как человек, который, наверное, участвовал, я говорю, более тысячи протестов, то есть, вы правильно говорите насчет протестных настроений, то есть, в обществе должно быть. Сейчас в обществе больше всего нужна стабильность, чтобы были все социальные выплаты своевременно, чтобы войти в зиму нормально. Ну, мы же взрослые люди, мы же понимаем, что это в основном политтехнологии. Справиться с ковидом и так далее, и так далее. Сегодня вы считаете, что обществе нужны пертурбации? Я считаю, что нет. Я считаю, что нет. И, понятно, это называется прививка, когда ты говоришь, что будут фальсификации, то есть, ты сразу уже на будущее определяешь какой-то поведенческий маневр. Но я думаю, что нет прикосновений. Вторую президентуру Эрдоган может уже не подарить. Но если кроме шуток, то как вы чувствуете ситуацию? Возможен ли такой сценарий или нет? Вы знаете, есть очень много технологий. Я считаю, что нет и не должно быть сегодня этих настроений в обществе. Но это, опять же, мое субъективное. Каждый человек судит по себе. Каждый человек думает на свой лад. Я не вижу сегодня, почему бы народ восстал, не вижу социальную несправедливость. Если учитывать ситуацию. То есть, надо все свешивать. Что есть, что может быть. А что можно потерять? Это тоже надо свешивать. Потому что у нас сегодня не диктаторский режим. У нас есть проблема. Она начинает от судебных инстанций, заканчивая социально-экономическими проблемами. Но они являются хроническими для нас. И с ними вроде бы более-менее справляется государство. Что мы меняем? На что? Вот здесь вопрос. И когда я говорил, что вопрос одного тура. Поэтому мне кажется, что важно. Протесты были. Вы же видели. Протестовали одни группы, вторые группы. Я очень надеюсь, что все утрясется. И мы сможем все-таки... Как гражданин, как бы вы... Что бы вы посоветовали людям, если начнутся призывы? Ну, я как гражданин не пойду. Но я не могу ничего не советовать людям. Люди имеют свою голову на плечах. И сами принимают решения. Они уже взрослые. Раз собираются или не собираются на протест. Пусть еще раз... Единственный мой совет — это просто взвесить, что есть и что может быть. Понятно. Господин Чебан, кстати, вот очень коротко хотела бы спросить. Антидинамика, да, зараженных COVID-19, все-таки она продолжает где-то снижаться. Но вот в свете последнего месяца она постоянно были антирекорды определенные. Что с больницами, что с местами? Если говорим о муниципальных больницах... О муниципальных, да. Ну, у нас более тысячи мест сегодня. Они не все востребованы. И еще вы знаете, что у нас в режиме ожидания в любой момент может быть активирован COVID-центр. Там 200 посадочных мест. Я говорю о местах койках. В качестве станционара со всеми абсолютно условиями. Начиная от системы вентиляции, отопления. Санузлы и так далее. Мы все подготовили. Сейчас работаем вместе над дотацией дополнительной. Есть необходимость в ЭВЛ и в других медицинских... То есть есть определенные необходимости? Есть. Я хочу поблагодарить посредством вашей передачи именно тех, скажем так, партнеров. Особенно из частного сектора, которые это звались. То есть мы сделали присыл к частным клиникам. И многие нам помогли в этом направлении. И с, как это сказать, экипоменте... Оборудованием. И с оборудованием медицинским, да. И с другими вещами. И я искренне говорю спасибо. Вообще в это пандемическое время я видел очень много солидарности. Очень много солидарности, очень много хорошего тона со стороны наших людей. Это и физические лица, это и наши бизнесмены. Поэтому я хочу сказать, что все-таки общество у нас очень-очень хорошее. Даже несмотря на те хронические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, общество у нас замечательное, честно. На что именно были потрачены те 100 миллионов, которые были выделены центральными властями? Вы имеете в виду по направлению дорог? Это в качестве программы по... Значит, 65 еще не все потрачены ориентировочно по Албишуаре. Я еще раз говорю, что там сумма 120 определенно, да. Потому что там меняется около 21 миллион еще дополнительно сети термоэлектрики. 15 миллионов АП-канал, более 7 миллионов тротуара, 3 миллиона освещения. Многие другие работы, которые совокупно уже, соответственно, уже ту сумму, о которой я говорю вам ориентировочно, будут формировать. И тротуары в Инвелевском бадоне Пушкин. Сейчас мы работаем еще с экономическими агентами. Возможно, продлим, не буду забегать вперед, давайте, если получится, конечно, продлить их до Албишуара. Вот примерно. Очень коротко. Вот были недавно приятно удивлены, увидев холмы, так называемые, да, это так называемая разметка на Мирсе Щелбатрын. Наш телеканал находится в офисе телеканала, мы сейчас на бульваре. Есть ли еще подобные такие интересные проекты? Много будет интересных проектов. Это к тому, что люди нас спрашивают, а вот не закончится там избирательная кампания. И все, и как бы все. Нет, уважаемые, дорогие наши, кишиневцы и те, которые любят столицу. Нет, не закончится, будет все по нарастанию. Я очень надеюсь, что мы перейдем вот этот процесс избирательной кампании. Все утрясется. И мы обязательно будем все мощи проекта увеличивать в том, что касается муниципалитета. Я хочу, чтобы мы вместе вернули город людям в первую очередь, вернули город облик столицы, сделать его действительно зеленой столицей и сделать столицей уважаемое и желаемое посещение. Вот как раз как ковид закончится, у нас будет еще много проектов, которые мы будем приглашать наших иностранных гостей. Я считаю, что Кишиневу есть чем славиться, начинать свои истории и заканчивая местами замечательными и красивыми. Более того, 1 ноября будет первый тур выборов президентских, но 3 ноября не менее важная дата. Это ровно годовщина с того момента, как вы стали генеральным премаром. Будете ли вы как-то это отмечать в плане отчета, какого-то доклада о проделанной работе? Мы сегодня практически не успели поговорить о городе. Конечно, буду. Однозначно буду. Мы сейчас думаем с командой, как это сделать так правильно. Мы вообще отчитываемся еженедельно по всем проделанным работам. Я считаю, что мы подойдем к той цели, о которой я заявлял еще в январе, что премария муниципи Кишинева станет одним из самых транспарентных учреждений страны к концу 2021 года. И я вам хочу сказать, что действительно сегодня все процессы абсолютно транспарентные. Все публикуется на сайте. Все исключения Кишинева, все государственные закупки свыше 80 тысяч в электронном формате. Производство больше таких случаев нету нигде по стране. Очень много внедрено проектов по предоставлению услуг в онлайн-режиме. В первую очередь это единое окно разрешительной документации в области строительства, где у нас очень было много проблем. Мы сейчас очень честно сотрудничаем с Национальным антикоррупционным центром, с агентством по интегритати, как это правильно сказать, да? Агентство интегритати неподкупностью. Многие другие учреждения. Мы публикуем все свои финансовые отчеты. Впервые вы видите по городу информацию о проектах, которые реализуются. По городу может быть не так достаточно, как мы хотели. Впервые в городе работает платформа еу.кишиневая.мд. Да, я знаю, мы обсуждаем это очень часто. Там есть проблемы, связанные с ремонтом ям и дорог внутридворовых, особенно на территории, потому что требует больших затрат. Но по остальным большим проблемам, в принципе, до 10 дней, до месяца решается. Есть два направления очень сложных. Это вот этот ремонт дорог, потому что весь город убит. Как будто после бомбежки 90% наших дворов так выглядят, к сожалению. Но будем заниматься этим направлением. Второе – это незаконное строительство. Там просто есть очень большое количество судебных разных разбирательств и так далее. То есть решить вопрос по твоему или иному объекту за день невозможно. Но еще раз хочу сказать, что мы работаем в этом направлении. Возвращаясь, однозначно будет отчет. И наша задача – усовершенствовать услуги мэрии. Мы хотим, чтобы мэрия стала большой фабрикой качественных услуг. Мы еще далеко от этого, еще раз повторяем, мы очень трезво оцениваем свое состояние дел. Куда мы идем, на каком уровне находится там команда, что она должна делать. И это искренне говорю, к большому сожалению. Очень много рукожопства. Вот так можете записать и дать в эфир потом, еще раз, как отдельную новость. К сожалению, за это даем по этим самым рукам, которые оттуда и растут. Кто-то исправляется, кому-то мы говорим «до свидания», кого-то финансово наказываем. В том числе на Алии Меджи и Челбатрын. Я думаю, что это тема для отдельного эфира. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. И можем ли мы рассчитывать, что мы к концу ноября снова вас увидим на студии, где мы поговорим именно о проблемах Кишинева? С самым большим удовольствием. Мы можем даже, если раньше, если у нас... Я думаю, что мы отчет будем делать, все-таки, в должность зашел 12-го числа. 12-го, да. Скорее всего, что 12-го числа у нас будет отчет. А после этого, пожалуйста, приглашайте. Я с большим удовольствием даже тот день. Можете пригласить. Спасибо, что вы приняли наше приглашение. Мы обязательно об этом еще поговорим. Господин Чебан, в завершении нашей программы хотелось бы у вас спросить. Недавно компания «Интеллект Групп», которая проводит опросы, она провела опрос по рейтингам самых молодых политиков. Там политики, кажется, до 40 или до 42-х лет. Вы с большим отрывом заняли первое место. И вот я думаю, что людям интересно. Год вы уже проработали генеральным примаром. Какие у вас дальнейшие планы? Вы будете баллотироваться на второй срок, а может быть у вас действительно есть более широкие, такие большие амбиции? Пока Иван Васильевич не меняет профессию, пока я занимаюсь городом, и это моя на этом этапе основная и единственная политика. По традиции, в завершении нашей программы, если вы хотели бы обратиться к нашим телезрителям, у вас есть такая возможность, там ваша камера. Уважаемые граждане Республики Молдова, жители Кишинева, я еще раз хочу вам сказать огромное спасибо за доверие. Мы тоже делаем все возможное, чтобы ваше доверие оправдать. Надеюсь, что там, где не получается, вы нас судите не столько строго. Будем постоянно меняться в лучшую сторону, обещаю это. А 1 ноября у нас выборы президента. Я как гражданин, как житель Кишинева, призываю вас проголосовать за Игоря Николаевича Дадона. Я очень хочу, чтобы эти выборы состоялись в один тур. Для того, чтобы сэкономить деньги, с одной стороны, с другой стороны, не предоставлять риску второй раз во втором туре, учитывая ковид-ситуацию наших граждан. Я очень надеюсь, что у нас у всех может получиться, и для Молдовы сегодня как никогда важна стабильность. Стабильность и процветание. Нас ждут очень серьезные еще вызовы. Это, естественно, управление ситуацией ковид, это зима, которая буквально на носу, это другие социально-экономические, ну и политические проекты, которые нужно внедрять. Я еще раз подчеркиваю, у меня вот до четверга отпуск, потом возвращаюсь на свое рабочее место, и буду, как раньше, каждый день служить вам, муниципию Кишинев, пригородам нашим, и желаю вам крепкого здоровья, желаю здоровья вашим близким, берегите себя 1 ноября. Если придете на избирательный участок, я голосую за Игоря Николаевича Дадона. Вы, люди взрослые, голосуйте, как хотите. Спасибо огромное, дорогие телезрители. Я напомню, что в эфире была программа «Эксклюзивное интервью». Специальным гостем эфира сегодня был генеральный примар муниципи Кишинев и он Чибан. Мы с вами еще встретимся на этой неделе. Я желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok